Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегета мы продолжаем изучать книгу деяний, читаем восьмую главу. В прошлый раз мы познакомились, ну как познакомились, мы в каком-то смысле были как свидетели мученической кончины первомученика архидиакона Стефана, услышали его речь, в которой он раскрыл судьбы народа израильского и раскрыл вот эту трагедию богопротивления иудеев, ибо им посылались пророки и потом и сын Божий, и все равно нашлись те, которые отвергли. И вот Стефана забили камнями, подвергли такой страшной казни, и в восьмой главе мы читаем. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Тут что мы видим? То, что произошло первое, сказано, великое гонение на церковь, но оно было еще такого локального характера, собственно, христианство присутствовало еще по преимуществу в пределах самого Иерусалима, и гонение это походило больше на такой вот самосуд и спонтанные погромы. Чем оно обернулось? Тем, что многие христиане, они направили самые разные места Иудеи и Самарии, и неожиданным образом вот это гонение обернулось миссионерским успехом церкви, потому что, рассеившись по другим местам, христиане несли с собой слово о Христе, продолжали проповедь, поэтому в других местах Иудеи и даже в Самарии местные жители услышали благовестие и стали принимать евангельское свидетельство. При этом сказано, что все, кроме апостолов, рассеялись. Получилось так, что апостолы действительно демонстрируют просто чудеса какого-то мужества, смелости, стойкости, они не уходят и не боятся гонений, потому что они знают, что Христос их не оставит, и они в этих гонениях, если Богу угодно, то не пострадают. Дальше читаем. Вот, конечно, впоследствии многие святые отцы писали, что для христианского погребения не очень свойственно производить какой-то вот великий плач, плакать о почившем, потому что мы знаем, что душа переходит, душа христианина переходит в лучший мир, в Царствие Божие, а на земле церковь – это как предварение Царства Божие. Если человек жил согласно воле Господа, если тем более он принял смерть как исповедник Христов, то он сразу же восходит в небесные обители, и поэтому вот как-то плач может быть не очень уместен, но святой Ян Златоуст, он так говорит, что ну, великий плач сотворили либо вот по несовершенству своему, потому что еще они не были совершенны, либо потому что все-таки они очень действительно любили Стефана, и когда мы утрачиваем близкого человека, который родной нам, дорог нам, то это вот как раз что-то от сердца от нашего отрывается, и нам больно при утрате этого человека, хотим мы или нет, мы все-таки плачем. Да, и погребли его мужи благоговейные, а Саввл, вот тот самый юноша, который стерег одежды при побиении Стефана, Саввл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темнице. То есть начинаются погромы. Во многом они с таком стихийного, неуправляемого характера. Формально, конечно, Иудея являлась провинцией внутри Римской империи, и поэтому для каких-то вот таких решительных действий, ну, уничтожения инакомыслящих, нужны, конечно же, были санкции со стороны римского государства. Но иудеи часто не слушались. И производили, в общем, по такому произволу поступали, самоуправство совершали, и все-таки, вот, судя по действиям Саввла, видно, что у него были некие полномочия, которые поручил ему Синедрион. Потому что, чтобы входить в дом, ну, входить-то могли, конечно, врываться просто-напросто, они грубой вооруженной силой врываться, но чтобы отдавать в темницу, а ты вообще кто такой, что людей помещаешь в темницу, для этого нужны некие полномочия от Синедриона, и это значит, что Саввл, он получал вот эти вот разрешения, некие письменные свидетельства, полномочия от Синедриона преследовать инакомыслящих. Вот о чем здесь сказано. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Это что мы уже сказали, что гонение обернулось старицей, то есть только приумножило проповедь христианскую. И дальше повествуется, приводится пример такого проповедия. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Здесь имеется в виду какой Филипп? Это не один из апостолов Филипп, а это один из семи диаконов, потому что чуть выше сказано, что апостолы остались в Иерусалиме, а Филипп был еще, упоминал среди семи диаконов, значит, Стефан уже вот из Побиен, да, его нет, а вот Филипп проповедует. В город Самарийский, может быть, в саму Самарию, тут не сказано прямо, но, видимо, в саму Самарию, и вот он проповедует им Христа. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видите, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Конечно, как не быть радости, когда Дух Святой через апостола, через дьякона Филиппа, Дух Святой освобождает людей от бесовской силы. Как тут не радоваться, когда действительно такие чудеса, там, значит, расслабленные, подымаются хромые, уже ходят ровно, прямо. И получается так, что проповедь дьякона Филиппа, она подтверждалась наглядными чудесами, как вот таким самым явным свидетельством, да, то есть не просто слова, но и дела, действия. И поэтому была вот огромная радость, и принимали самаряне евангельское свидетельство. Кстати, в этом исполняется слово Христово. Помните, Спаситель говорит своим ученикам, когда уже воскрес, что вы будете мне свидетелями по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. То есть вот по идее, по Иудее они пошли, и в Самарию они пришли, а потом и до края земли пойдут. И здесь это на примере Филиппа подтверждается. Но возникает сразу и некое противодействие, и очень такое своеобразное. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями». И вот этот Симон, это был такой маг. Ну, маг не просто иллюзионист. Вот бывают, знаете, иллюзионисты, которые фокусы показывают, и эти фокусы очень долго разрабатываются. Есть там сложнейшие какие-то приспособления, и это демонстрируется потом, чтобы поражать там взор людей. А это, конечно же, такая вот в лице Симона колдовская и бесовская сила, которая проявляла себя. Он как бы и как экстрасенс, и как чародей такой. И в любом случае он в обольщении бесовском. И иногда бесы, чтобы завлечь человека побольше вот в свои путы, чтобы в когтях своих удержать, они действительно показывают как бы чудеса. Они не могут исцелить болезнь. Но на какое-то время человеку покажется, что симптомы болезни там притихли, да. Бесы не могут изгнать другого беса из одержимого человека. Но на время тот бес может как бы замереть, чтобы показать якобы Симон тоже там вот какие-то волхвования проявляет, и якобы он тоже владеет какой-то великой силой. И вот, кстати, если почитать древние церковные такие повествования, то мы узнаем, что Симон Волх, он был родоначальником гностицизма. Одно из первых таких ересей, там очень мудреное учение было. И, в общем, люди это были обольщенные. И в частности, вот как тут сказано, «Сей есть великая сила Божия». И Симон действительно считал, что он и есть некая сила Божия, что вот есть как бы плерома, полнота божественная, некий божественный абсолют, от которого эоны исходят, как бы частицы этой божественной полноты, плеромы, и он является как бы проявлением божественной силы. То есть человек мнил себя как божество, ну пусть маленького такого размера, мини-божество, но все-таки считал, что он наделен сверхъестественными экстрасенсорными способностями, и почет со стороны людей только льстил его гордыни. Но тут вдруг приходит диакон Филипп, и духом святым начинает совершать такие чудеса, которые не мог совершить Симон Волф. И у Филиппа-то у него такая чистая, искренняя проповедь благовестия о Христе. И вот что читаю. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». То есть все пошли именно к Филиппу, потому что все потянулись к Иисусу Христу, и силы Духа Святого, она представлялась как всепобеждающей. А вот дальше совсем необычно. «Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамени, изумлялся». Почему так? Вот понимаете, когда мы, допустим, в книге «Исход» читаем, как Моисей с Аароном приходит к фараону египетскому, и там такое столкновение происходит с жрецами, волхвами тоже египетскими, и те чародеи, они вроде бы поначалу повторяют первые знамени, которые демонстрировал Моисей и Аарон, но потом доходят до определенного предела и уже не могут совершить. То есть оккультная сила, она всегда очень и очень ограничена. А Дух Святой, он всесилен, он безграничен. И те люди, которые стяжали Духа Святого, не себя выставляют, а вот по Божью произволению действуют, то совершаются всевозможные чудеса, и Симон, наблюдая вот эти чудеса от дьякона Филиппа, он просто был поражен, изумлен, он не может своими магическими чарами все это повторить. И он тоже признает, что да, здесь есть вот высшая, большая сила, он в это как бы уверовал, он видит, люди крестятся и радуются, и он тоже хочет быть таким же, как они, радующимся и счастливым, и он тоже приходит и крестится. А дальше он, понимаете, он лидер, или сейчас он при Филиппе как бы скрытый лидер, точнее лидер, скрывшийся на время. Ему хочется вернуть себе прежнее положение, поэтому он хочет понаблюдать как бы, ну говоря грубо, методику Филиппа, вот как, что он там такое делает, что у него получаются невероятные такие вещи. Поэтому он не отходит от Филиппа, смотрит, изумляется, и пока он в каком-то таком непонятном положении находится, а потом уже сущность его раскрывается. Читаем дальше. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна». Вот тут интересно, что не Петр пристает как начальник над апостолами, а апостолы, как единое собрание дружное, оно посылает Петра и Иоанна, как некое общее решение, «которые, придя, помолились о них, чтобы они, то есть самаряне, приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». И вот в этих словах явно указывается на различие двух таинств. Вот есть таинство крещения, где человек, умирая для ветхой жизни, для первородного греха, для всех грехов, и возрождается к жизни новой, к жизни вечной, бессмертной. А есть следующее таинство, которое тут же совершается. Ну, у нас оно называется миропомазание. И когда там тоже молитва, и вот помазуются святым миром, мир от апостолов идет, освященное крещаемое помазуется святым миром, то мы произносим «печать дара Духа Святаго Аминь». То есть передается Дух Святой, вот тот, которого передавали апостолы, но они передавали через возложение рук, возлагали уже накрещаемых руки на главу, накрещенных руки на главу, и передавали благодать Святого Духа, ту благодать, которую сами восприняли в день Пятидесятницы. И тут мы читаем, тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И вот после этого раскрывается сущность Симона, вот этого волхва Симона. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, то есть что-то вообще запредельное, а, видимо, те крещеные, которые получали Духа Святого, видимо, они начинали говорить на иностранных языках, может быть, кто-то сам из них становился чудотворцем, может быть, кто-то пророчествовал, то есть дары Духа различны, как свидетельствует апостол Павел. И в апостольское время это очень ярко проявлялось, потому что нужно было для проповеди христианства по всему миру. И вот Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте им мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Вот что значит Симония. Попытка купить дар Святого Духа за деньги. И когда Симон говорит, дайте мне и власть сию, чтобы вот на кого я возложу руки, тот получал Духа Святого, то фактически он просит священнической хиротонии или даже, может быть, епископской, ну, вообще в священной степени хочет быть возведенным, то есть дайте мне эту власть, чтобы я мог возлагать руки и передавать Святого Духа. Но приносит какие-то вот жалкие деньги, то, что вообще, ну, никак не сопоставимо. Но на самом деле Дух Святой, он же неизмерим. И вот идем мы на исповедь, да, и никто не просит с нас деньги за... Мы, священники, вот исповедуем, да, и нет никакой тут платы, чтобы человек вот расстается с грехами, это уже великая, самая великая цена, то, что он расстает. Или вот причащается, и причащается святых тайн Христовых, и тоже никто не будет устанавливать тут никакой денежной таксы. Тем более, когда хиротония в освященнической степени, ну, принесет он эти деньги, ну, что, рукоположит его за деньги, а потом он такие вещи начнет вытворять, что только во вред церкви. Поэтому Симония, вот, и от имени Симона Волхва, она строго всегда порицалась в церкви. И что мы читаем? Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. То есть ты идешь по пути гибели, и серебро влечет тебя к погибели. Нет тебе в всем части и жребий, то есть в священном служении. Ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоим и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. То есть кайся, тебе открыто покаяние. Молись. Потому что, может быть, Господь пожелание сердца твоего простит. Ибо вижу тебя, как бы Петр прозирает и прорицает, как прозорливый, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Петр видит его лукавство. И что же Симон? Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господа, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Ну, вроде бы такой благочестивый ответ. Вы за меня, пожалуйста, помолитесь. На самом деле, тут о другом речь, что он не хочет сам каяться, сам молиться. То есть он видит, что ему предвещают какие-то страшные вещи, серебродов погибли с тобой. И он говорит, что нет, нет, вот только вы на меня не наводите ничего, и сами помолитесь, чтобы меня из сказанного вами ничего не постигло. То есть он такой своекорыстный, он ищет комфорта жизненного, он хочет, чтобы ему было хорошо, чтобы никакие наказания последовали, но молиться Богу и каяться не собирается. То есть вот такое лукавство, двуличие. И дальше, что же Петр и Иоанн, апостолы, они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, то есть засвидетельствовав благовестие евангельское вот этими, может быть чудесами какими-то засвидетельствовав, проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Вот так исполняется Слово Христово, что вы будете мне свидетелями и в земле самарийской, и даже до края земли. А Филипп, что же Филипп? А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на полдень, то есть на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Вот тут интересно, тут три таких указания. Во-первых, на полдень, то есть на юг, потом на дорогу, которая из Иерусалима в Газу, сектор Газа все знают, тоже вот это те края, а потом им надо было выбрать самую пустынную дорогу, то есть было несколько путей, но которая обычно пустая. И Филипп слушается ангела Господня, проявляет послушание, он встал и пошел. И вот что дальше. То есть ангел не случайно сказал. «И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». И тут, значит, интересно очень то, что вот узнаем мы про этого человека. Вот несколько о нем. Вроде бы короткие слова, но несколько важных указаний, описаний мы можем сказать, что, во-первых, он эфиоплянин. Это национальность. То есть он не был иудеем. Вот кто-то высказывал такие там представления, но на самом деле тут прямо сказано, что муж эфиоплянин. Да, эфиоп, но он не из иудеев, не из богоизбранного народа. А, вот кстати, кстати, сами эфиопляни, там проводились какие-то вот исследования, даже генетические исследования. Они настаивали на то, что они находятся в кровном росте с иудеями. Да, и там приводятся некие какие-то вот легенды, что вот когда царица Савская посетила царя Соломона, дослушала его премудрости, да, ну и вот потом вроде как бы, ну как некий вот брак, что ли, там кто-то от нее родился, и потом вот, и что эфиопские народы, хотя они чернокожие, да, но якобы вот там примесь крови есть. И на основании этого даже некоторые эфиопляне, они приезжают и стараются поселиться сейчас в государстве Израиль, и якобы даже вот генетические исследования подтверждают некое вот кровное пересечение. Ну, в любом случае, такие мысли высказываются, высказываются, и даже в среде иудейской. Итак, значит, вот этот человек, он эфиоплянин по национальности, дальше скажут, что он евнух, то есть капец, таковых обычно помещали присматривать за женскими гаремами. И что получалось? Что, конечно, семьи у них не могло быть, они были невольно, так сказать, свободны от этого распутства, которое могло появиться при наблюдении женского гарема, но при этом они овладевали некоторыми такими организационно-административными способностями, потому что руководили вот этими женскими гаремами, и некоторые из них за счет вот своих вот этих способностей административных умений организовывать других, они получали потом высокие должности, это было в разных государствах, так. И сказано поэтому далее, что он вельможа, то есть вот оказывается, что он действительно получил какой-то высокий статус, а вельможа чей? Кандакия царицы эфиопской. Ну, Кандакия – это такое общее название эфиопских цариц, там даже вот есть исторический сведень, ну, Кандакия – это как бы вот если в Египте фараон, то у них Кандакии были. Действительно, были некоторые женщины-правительницы, то ли эфиопская земля, то ли вот примыкающая, там как-то немножко по-другому называется, но в любом случае это именно те вот места, те края. И дальше про него сказано, что он хранитель всех сокровищ ее, а это вообще высокое положение, то есть фактически министр финансов, министр финансов, отвечающий за всю казну. И он приезжал в Иерусалим для поклонения. Это значит, что раньше он уже слышал что-то о Боге, язычество его не удовлетворяло, где вот эти вот чернокожие люди там скачут вокруг костров, да, или совершают какие-то свои ритуалы там с копьями или как, магические заклинания, это его не удовлетворяло, он обращается к Богу, к единому истинному Богу, и у него даже есть священное писание Ветхий Завет, это очень трудно было в те времена раздобыть, но так как рядом была земля египетская, то там перевод на греческий язык, и в общем чтение вот этого текста, цитируемый который, оно совпадает именно септуагинты с греческим текстом, вот что именно цитировал и читал вот этот вельможа эфиоплянин, то есть он читал септуагинту, и посещая Иерусалим, он приезжал на поклонение, он, видно, был человек благоговейный, и так вот читал пророка Исаию, то есть человек серьезный, в общем, а не так, что, ну, ради там обычаи посетил Иерусалим, и вот дух сказал Филиппу, то есть Святой Дух, который дан был первым христианам, он явно обращается к Филиппу и с каким откровением? Подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел, и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? То есть завязываясь такая непринужденная беседа, Филипп слышит, говорит, а ты разумеешь ли, что читаешь? Так по-доброму, может быть, немножко с юмором, а тот тоже с теплом отвечает, вот как же могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил, ну, то есть, раз Филипп говорит так, значит, он может объяснить. «И попросил Филиппа взойти и сесть с ним». И вот Филипп подымается в колесницу, а место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, пристригущем его, безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижение его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Эти слова произносятся у нас перед литургией на Проскомиде, то есть, уже литургия, считаю, первая часть литургии, приготовление святых даров, вот, да, когда некие действия с агнецем, с главной просфорой для Евхаристии, приготовленной, то произносятся именно эти слова. «Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели? Или о ком другом? Филипп отверз уста свои, вот, немножко так торжественно, да, то есть, отверз уста свои, как некая особая такая вот, незаурядная какая-то будничная речь у него, а он произносит нечто возвышенное и нечто особо значимое. «И начав от Писания, благовествовал ему об Иисусе». То есть, понятно, что слова-то эти относились к Иисусу Христу и к жертве Христова, к невинному пролитию его крови, к искуплению всех людей. И вот завязывается беседа, которая полностью не описывается, но, видимо, сердце этого евнуха, вельможи, царицы Эфиопской, оно настолько открылось, что он почувствовал присутствие благодати Божией, и ему хочется приобщиться этому, читаем мы. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде». Ну, или там, не знаю, там или источник какой, или там озеро, или что там могло быть. И Евну сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» То есть, он уже хочет, он очень хочет этого. Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». В каком-то смысле, это вот как тоже первое такое исповедание, которое уже, ну, по крайней мере, в лице вот этого человека достаточно для того, чтобы принять таинство крещения. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Тут такое, конечно, уже необычное, сверхъестественное действие, как только совершается крещение. Дух Святой не сходит на вот этого Евнуха, то есть, тут даже не приходит апостол, чтобы возложить руки, и чтобы не сошел на него Дух Святой. А ведь Дух Святой, он сам знает, на кого снизойти, и для того, чтобы этот Евнух стал дальше проповедником Евангелия, вот на него не сходит Дух Святой, а Филипп все, он выполнил свою миссию, и ангел Господень его забирает, так что он невидим, и он перенесен в другое место. И Евнах его не видит, и продолжает путь Радуси, согласно древнему преданию, вот этот Евнух становится первым проповедником Евангелия в Эфиопии, и дальше уже там тоже люди начинают креститься, принимать Господа Иисуса Христа. А Филипп оказался в Азоте, и проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. То есть ангел перенес Филиппа в город Азот, где он стал благовествовать. Ангелы способны, конечно, принять человека на свои руки, способны перенести его, если это и есть на то воля Божия. Конечно, в повседневной жизни это не может быть просто как что-то заурядное, потому что наш земной мир есть мир скорбей, каких-то вот невзгод, превратности, мы спотыкаемся, падаем, да, и напрасно думать, что вот ангелы нас будут где-то подхватывать. Но в нужные моменты ангел может вот так вот восхитить человека, куда-то его перенести. И он, Филипп, благовествует, и потом приходит в Кесарию, это Кесария Стратонова, там несколько было Кесарий, и вот в этом городе у Филиппа, судя по другим свидетельствам Писания, там у него был дом, и там была его семья. Вот на этом мы завершили чтение 8 главы. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Храни вас Божие.